Посевная кампания в Свердловской области стартует на следующей неделе. Перворальские сельхозпроизводители в этом году планируют высадить овощи, корнеплоды и зерно на площади почти в 2500 гектаров. Подробнее Дмитрий Коньков. В цехе сельхозкооператива «Бетимский» высевают капусту. Работают вручную, чтобы ни одна ячейка не осталась без семян. Сразу с конвейера ящики отправляются в теплицы. Здесь первая партия капусты уже пошла в рост. В этом году под этот овощ в «Бетимском» отвели полсотни гектаров. Прогноз на урожай у аграриев благоприятный. Погода в этом году хорошая. Практически вся влага, которая была от снега, она вся ушла в почву. То есть с ручьями, с этими, значит, потери влаги нету. Другое дело, что весна ранняя, вот как мы сейчас говорим, 15 числа. Но как только подойдет, возможность будет работать с землей, мы с землей работать начнем. В мастерских предприятиях также идут последние приготовления к посевной. Механики закончили ремонт 43 тракторов, приводят в порядок плуги, сейлки, культиваторы. Закупили бетимские земледельцы и новую технику. Например, эти грабли ценой почти в 5 миллионов рублей привезли из Италии. Но первыми в поля выйдут бороны. Это широкозахватная сцепка, боронная сцепка. Значит, выйдет она, наверное, уже на следующей неделе. Таких машин у нас три. Функция – это боронование, как многолетних трав. К началу посевной уральские земледельцы начали готовиться еще прошлой осенью. Как только был убран урожай, вспахали более 300 тысяч гектаров земли. Для того, чтобы посевная прошла без задержек, правительство Свердловской области выделило колоссальные средства. Министерством рассмотрено более 86 заявок и направлены предложения в наш головной министерство сельского хозяйства и соответствующие банки на привлечение 950 миллионов рублей. Еще 250-300 миллионов будут браться в текущем времени для уже непосредственно заготовки кормов, сборки урожая. В повышенной готовности сегодня и работники Бетимского элеватора на то, чтобы подготовить к посеву 500 тонн ячменя. У них осталось чуть больше недели. Посевные машины выйдут в поле уже 25 апреля. Дмитрий Коньков. Новости. Первоуральск.